приветствуем всех на канале айсё стартапов данном видео мы обратим внимание на компанию glitz coin эту компанию мы будем разбирать с артёмом артём привет всем привет итак данный проект уже собирает средства то есть если это первое что можно увидеть на сайте он кстати на русском есть очень удобно разбирать все и мы можем видеть на диаграмме что уже собрались 17 практически 18 миллионов долларов и если смотреть по времени на сейчас вот на глобальные падения рынка всего выглядит очень очень перспективно и собственно идея сама который хотят реализовать команда ребята блокчейн для диамантов то есть добыча и конечный результат то есть покупка когда вы покупаете уже какое-то кольцо или сам диамантик вы сможете просмотреть всю цепочку исхождение того или иного диаманта собственно это будет не поддельная вещь и сейчас это очень и очень востребовано на рынке потому как подделок очень много и доказать или проверить то или иной диамант это во первых стоит очень много денег не так уж много есть людей которые разбираются там по и собственно это не так уж ну то есть просто найти человека который вот вы покупаете он сразу вам проверить ну то есть много 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 всего полезного будет в данном и блокчейне ну чтобы понимать бриллиант это качественно ограненный алмаз и бриллиант используется только в ювелирном деле а алмазы можно встретить в медицине на производстве вот с этого я думаю спасибо за уточнение да то есть ежегодно производится не обработанных алмазов примерно на 15 миллиардов долларов и мировые продажи ювелирных изделий из алмазов ну как бы хороший рост можно видеть и за последние 25 лет как у них написано white paper они увеличились в три раза и в настоящее время ежегодно составляют более 79 миллиардов долларов и глитскоин ориентирован на выстроение блокчейн экосистемы которая будет на xlm то есть стеллар на ответа почему они выбрали стеллар вопрос у меня такой возникал и я хотел бы задать почему стеллар насколько они будут на биржах ну то есть востребован актуально не так много проектов проводится настала ну интересно разные проекты которые не на ерце 20 ну единственного просто конечно да наверно объемы торгов добавление на различные биржи тут вопрос есть но возможно они знают что они делают и выбрали стеллар блокчейн посмотрим ну кукоин и байнэнс добавляют различные блокчейн кроме ерце 20 если они будут ориентироваться на это что в принципе с 18 миллионов долларов уже собранных денег я думаю с листингом на бирже не должно у них возникнуть кстати токены вот сейчас они продаются по 20 центов за токенов начались они по 12 центов и всего 999 миллионов токенов они были по 12 центов первые 4 и 2 миллиона долларов сказать когда я уже их нашел более месяца назад они уже на тот момент собрали практически было 10 миллионов долларов и цена уже было 16 центов сейчас она вот поднялась до 20 центов ну то есть это 41 и 8 миллионов грубо говоря конечная цена больше ну да я понимаю они частные инвесторы наверное вложились потому что я видел вот еще месяц больше месяца назад цена была уже 16 центов вот и насколько я читал информацию а все у них заканчивается где-то в конце июня но это может быть как бы не точная информация это надо уточнить единственный вопрос у них еще точнее второй вопрос и так распределение токенов у них на продажу токенов идет 25 процентов на сообщество 20 процентов создания рынка 20 процентов и компания оставляйте 35 процентов мне кажется это достаточно много то есть владельцы бриллиантов или диллер желающий ликвидировать свой актив может использовать глицкойн для простого оформления и создания смарт-контракта то есть бриллианта высокой стоимости или корзину бриллиантов продаваемым нужно то есть продать это многочисленным клиентам то есть будет бриллиантовый ETF что это значит ETF это то есть актив который может быть распределен между несколькими участниками или большим количеством участников и и тут немного вопрос если вот у вас есть бриллиант какой-нибудь достаточно крупный и вы продаете его на рынок за токены глицкойн то в кон его раскупает по маленьким частям мы допустим 100 человек у вас его выкупил весь целый бриллиант то что дальше происходит тоже не нашел white paper этот бриллиант будет храниться где он будет храниться у непосредственно у глицкойна или у это будет храниться у escrow сервиса то есть как будет обеспечивается надежность потому что вот я вижу как происходит покупка к примеру вы собираетесь купить бриллиант вы перечисляете глицкойн и скроу и дальше идет верификация верификация и глицкойн переводит токены продавцу дальше продавец бриллианта посылает сам бриллиант на верификацию и по мере верификации этот бриллианта поступает покупателю ну то есть ресурсы скорее всего будут заморожены пока потому что у каждой транзакции будет свой уникальный смарт-контракт и то есть наверное по мере верификации когда покупатель скажет все все что окей либо скроу наверно скажет что да бриллиант действительно настоящий он весит столько-то и столько-то все хорошо и к примеру это будет первое подтверждение идет от оплаты второе подтверждение и допустим política escrow говоришь что все хорошо и третье подтверждение будет допустим к покупателям получает и говорит что все он в коме с них то есть как я понимаю, будет примерно такая система, но вот непонятно, как будет продаваться ETF, то есть вопрос в кого он будет храниться. Кроме этого у Glitzcoin будет осуществляться функции глобальной биржи на устранение того, чтобы не было никаких посредников и также разрыв между традиционной алмазной промышленностью и инновационными финансовыми рынками. И за счет этого трейдеры будут полностью уверены в покупке и продаже. Даже вот они говорят, не имея знания о продажах алмазов или бриллиантов, вы можете спокойно покупать с полной уверенностью. И биржа будет позволять совершать сделки без доверия между трейдерами бриллиантов и любыми двумя странами. То есть, в принципе, вы можете инвестировать свои какие-то средства в эту отрасль и думать, допустим, сейчас будет пик в экономике и обычно, если пик экономики идет, то бриллианты, ювелирные украшения очень часто растут в цене. И также будет сокращение посредников, дентрализованное хранение всех записей. То есть, атрибуты каждого бриллианта будут храниться в блокчейне. За счет этого будет сохранение мошенничества, то есть искажение продукта из самих мошеннических транзакций. И с этой помощью можно будет легче производить зарубежные транзакции. Те же банковские транзакции не нужны будут платить все вот эти комиссионные сборы банков. И обычно бриллианты стоят немного, то есть это еще, возможно, будет проблемой перечислить огромные средства. Поэтому, насколько я знаю, бриллиантные сделки с бриллиантами. Ну, в Лондоне очень много сделок с бриллиантами происходит. Это все происходит при встречах с банковскими переводами. Это, может, какие-то небольшие транзакции. Ну, да. То есть, система будет отслеживанием на основе технологий блокчейн, запись атрибутов, превращение кражи и отслеживание камней через весь их путь с добавочной стоимостью. И, как я уже сказал, будет вот сам рынок торговли алмазами. Ну, наверное, сейчас они и есть такие рынки, но, скорее всего, в них сложно зайти. И к тому же Glitzcoin в этот рынок будет добавлять сервисы доставки и страховки бриллиантов, которые будут выполняемы с... Ну, то есть, вам будет удобней воспользоваться этими сервисами, чем своими сервисами какими-то и потом что-то кому-то доказывать. То есть, вся ответственность лежит, в принципе, на Glitzcoin, что вы купили, это настоящий продукт, ну, то есть, не какой-то фейк, плюс доставка, страховка и вы можете все отслеживать по блокчейну. Ну, и все это, собственно, будет осуществляться с помощью токенов Glitzcoin и на что мы ориентируемся все, да, то есть, инвестируя в той или иной стартап или разбирая его, если это все будет все суперперспективно и заработает, собственно, токен будет востребован, потому как за него будут как покупать, как продавать и пользоваться всеми сервисами, которые будут предоставлять, собственно, компания Glitzcoin. Ну, и вот подорожные карты последний момент. В третьем квартале они планируют Glitzcoin поразместить на криптобирже, будет бета-тестирование платформы, по обмену бриллиантов и будет разработка глобальной системы отслеживания бриллиантов. К сожалению, почему-то они не показали вот дальше планы на четвертый квартал и на первый квартал, вы можете найти вот на сайте, в принципе, до первого квартала 2019 года они предусматривают реализовать весь, всю дорожную карту, то есть достаточно быстро. Ну, и резюмируя данную компанию, выглядит довольно-таки перспективно, собственно, само направление, которое мы озвучили в данном обзоре. Собрали средств, я считаю, довольно-таки много. Последние компании, которые практически сейчас ничего не собирают на фоне падающего рынка и непонятно, что и как, и зачем происходит. Данное направление, наверное, внушает какое-то доверие инвесторам. Вот, я не знаю. Вот, и, собственно, сами сборы выглядят неплохо, даже очень. Вот, цена токена, мы уже видели, 2 центов. Покупать, не покупать токены сейчас, собственно, друзья, принимать решение вам и только вам. Потому как, возможно, если этот токен выйдет на бирже, он будет стоить дешевле или, наоборот, он будет в разы дороже и, собственно, на это мы ориентируемся, чтобы купить и заработать. Это было небольшое, собственно, предупреждение о рисках, которых вы, в принципе, должны помнить и понимать перед тем, как инвестировать в то или иное направление. Вот, и кому было интересно, полезное данное видео, друзья, мы были, будем благодарны, если вы поддержите, поставив палец вверх. Идельно будем благодарны, если вы поделитесь этим видео в социальных сетях. И обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал, чтобы не пропустить последующие видео о других интересных компаниях, которые мы сделаем в самое ближайшее время обзор. Еще раз всем большое спасибо за просмотр данного видео. Всем до свидания. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok